Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Формула успеха» в студии Анны Фёдоровой. Как всегда в этой студии мы знакомим вас с интересными людьми, с историями их служения, их призвания и их нахождения в Господе. Сегодня у нас в студии человек с горячим сердцем, проповедник, евангелист, чье служение достигает миллионов людей по всему миру. Это Вернер Нахтигаль, и он готов делиться Евангелием не только каждый день и повсеместно, но он также стремится обучать христиан, делать это смело, делать это дерзновенно, чтобы как можно больше людей узнавали о Господе. Он является главным инициатором и вдохновителем Всемирного дня евангелизма, это Global Outreach Day, он автор множества книг и брошюр, которые переведены на тысячи языков и издаются миллионными тиражами. Итак, Вернер Нахтигаль сегодня у нас в студии. Приветствую, пастор! Я очень рада видеть вас сегодня в нашей студии. Для меня тоже большая радость быть здесь. Благодарю вас, думаю, это будет великолепное время для нас и наших телезрителей. Итак, мы говорим об успешном служении, о призвании, которое Бог вкладывает в сердце каждого человека. Я хотела бы спросить вас, как вы поняли, что Господь призывает вас в это служение? Что вы ощутили в тот момент? Что ж, первые 21 год моей жизни я вообще не слышал Евангелие. Я думал, что церковь — это что-то скучное. Я мечтал стать рок-звездой. Но я встречал много рок-звезд и увидел, что в их сердце пусто. Потом я услышал Евангелие и Иисуса, что Он умер на кресте, что Он воскрес, и Он живой. Я тут же принял спасение, и как только я получил спасение, я сразу начал благовествовать другим. Я был захвачен Иисусом целиком и полностью. Затем Бог призвал меня на служение. Я сказал, Господь, это невозможно. Дело в том, что я боялся публичных выступлений. Я не был слишком стеснительным, но говорить на публике... К тому же у меня был ужасный английский. Поэтому, когда Господь призвал меня, я сказал, Господь, это невозможно. Но даже когда я еще сопротивлялся, Бог уже видел меня, как я проповедую аудитории в миллион человек. Это чудо. Это исполнилось в том году и годом раньше. Удивительно, но когда Бог призывал Моисея, тот ответил, я косноязычный. Да. Он призвал простого рыбака Петра. Он призывает простых людей не по нашим способностям. Бог способен даровать нам способности. Когда Господь призывал меня, я начал проводить круссейды. Сначала немного нервничал, но Господь использовал меня. И затем Бог изменил мое служение. Мы получили слово о молодом поколении, что мы будем обучать христиан. Однажды мы отдыхали в Германии на природе, и ко мне подошел мой сын и сказал, «Папа, ты видишь женщину в коляске?» Я сказал, «Да». Помолись о ней. Ты исцеляющий евангелист. Я побывал в 150 странах, видел множество чудес. Я ответил ему, «Хорошо, сейчас». Но когда я подошел, было уже поздно. Инвалидное кресло было пустым. Женщина бегала вокруг. «Что здесь происходит?» «Я евангелист». Женщина сказала, «За меня помолился тот парень». И этот момент изменил мою жизнь. С тех пор у меня появилось желание обучать всю поместную церковь, потому что Бог желает использовать каждого. Точно. С этого момента в моей жизни началось что-то новое. Я долго служил евангелистом, но Бог начал это новое движение. Затем я учредил Global Outreach Day. Да. Это было 8 лет назад, и было потрясающим. Невероятно. Какие принципы являются фундаментальными для вашего служения? Говоря по правде, главное, что без Бога я потерян. Мое видение действительно огромное. Несколько недель назад я сказал Богу в молитве, «Господь, без Тебя я ничего не могу. Ты так мне нужен. Я словно стою с белым флагом в руке. Я сдаюсь. Без Христа мне никак не справиться. Но, с другой стороны, я ставлю перед собой цели. Я хочу видеть, как миллионы людей обращаются к Богу. Я взываю к Богу, как взывал Джон Нокс. «Господь, дай мне Шотландию, иначе я умру». Я очень хочу видеть, как мы достигаем людей. Как я. Я ни разу не слышал Евангелия до 21 года. В мире миллионы христиан, прекрасных людей, но они сидят в церквях и ничего не делают. Поэтому принцип номер один для меня — «Мне нужен Иисус, я ничто без Него». Сколько бы денег у нас не было, сколько бы ни было ресурсов и сотрудников, мы должны зависеть от Него. И второй принцип — «Мы должны вдохновлять всю церковь». Это крайне важно. Проповедовать Евангелие поручено не одному известному проповеднику, а другие просто слушают. Быть верующим, следовать за Христом, означает, как сказал Иисус, следовать за Ним, и тогда Он сделает нас ловцами человеков. Поэтому мы хотим снарядить всю церковь, и это для нас очень важно. Конечно, мы следуем многим принципам, но самое главное — слушать, что Господь говорит нам сейчас. Дело не в количестве направлений служения. Я сам очень активный человек. Я могу быть мультифункциональным, но если Бог говорит «делай это», в этом будет сила. Это то, что я почувствовал в 2010 году, когда Бог проговорил ко мне о Global Outreach Day. Когда я это услышал, я сказал, «Бог, это так масштабно, как это возможно». Я простой человек из Германии. У меня нет денег и не так много связей, но если Бог дает видение, тогда, поверьте, все возможно. Абсолютно все. Это удивительно, я с вами согласна. Я подумала о том, что Христос дал всем одинаковое призвание, но Он дает нам разные инструкции. Что вы думаете об этом? Вы согласны с таким утверждением? С такой мыслью? Скажите. Да, у нас у всех одно призвание, но если взять мою жену, она совсем не такая, как я. Я, евангелист, захвачен тем, чтобы привести людей к Господу. Я молюсь за больных, а она больше пастор. Да, мы оба любим приводить людей ко Христу, но если у людей возникли проблемы, если они в депрессии, они не придут с этим ко мне. Но моя прекрасная жена, она такой же прекрасный учитель и попечитель. У нас у всех разные таланты и разные навыки. Мы все теперь один новый человек. Хорошо. Вы стремитесь учить всех людей, чтобы каждый человек, где бы он ни находился, смог принять спасение за 10 минут. Не могли бы вы поделиться с нашими зрителями, почему именно 10 минут? Расскажите, пожалуйста, об этом более подробно. Почему 10 минут? Да, вы говорили, что каждый человек может принять спасение, и что христианин может в течение 10 минут донести Евангелие любому человеку. Так ли это? Поделитесь, пожалуйста, с нами. Не обязательно 10 минут, но это не займет много времени. Вчера в лобби отеля я завел беседу с одной женщиной, рассказал ей об Иисусе. Когда мы начали Global Outreach Day, мы принялись обучать людей, как разговаривать с людьми и открывать их сердце. К примеру, в супермаркете я сказал кассиру, «Вы такой дружелюбный, для меня вы работник месяца». Он улыбнулся. Вначале мы обучаем христиан, как привлечь внимание, как достучаться до сердца и как объяснить Евангелие. Что такое Евангелие? Христиане скажут, «Иисус любит себя». Да, но не в этом Евангелии. Мы учим христиан. Евангелие — это то, что Иисус умер на кресте, чтобы спасти нас вовеки. Он воскрес. Мы должны отвернуться от прежней жизни и следовать за Христом. И потом мы обучаем, как приводить людей к Господу. Однажды на собрании в Нигерии я обучал 850 тысяч христиан. Потрясающе. Но также я обучаю и группу из 20 человек. Мы проводим много тренингов, и я вижу динамику обучения. За 7 лет, благодаря служению Global Outreach Day, 11 миллионов человек приняли спасение. Христиане скажут, «Я застенчив». Это не мое призвание. Но после тренинга они могут завести беседу и привести человека к Господу. Верно. Скажите, а почему порой человек смущается, он чувствует робость и даже страх, когда ему нужно говорить об Иисусе Христе? Как можно преодолеть это в себе и пребывать в свободе, стоя во Христе и смелая проповедая Евангелие? Это процесс, но этому можно научиться. Очень простой принцип, если мы проявляем интерес к человеку, а не просто религиозно проповедуем. Если это набор слов, он умер на кресте, пролил свою кровь, как человеку открыться? Я привел к Господу огромное количество людей. В прошлом году я проповедовал на футбольном стадионе. Это было потрясающе, много людей. А затем в аэропорту, в уборной, я увидел человека, и он сказал, «Добро пожаловать в мой офис». Я засмеялся. Через 10 минут он принял спасение. Почему? Я знаю, как говорить с людьми и как доносить им Евангелие. Мы видели массу чудес, когда после тренинга христиане выходят на улицы, чтобы благовествовать людям, молиться о них. Результаты после стольких лет просто потрясают. Всего пару недель назад я был в Уганде. 13-летняя девочка приняла спасение на служении Global Outreach Day. Через несколько недель умер ее отец. Он был зависим от алкоголя. Был бабником и совсем не интересовался церковью. Он лежал на постели мертвым 4 часа. Вся семья оплакивала его. Вдруг вбежала эта девушка и начала в течение получаса молиться за своего отца. Через полчаса, то есть 30 минут, этот мужчина вернулся к жизни. Представьте, и это подросток. Ей всего 13 лет. О, это просто чудо. Бог воскресил его. Если мы верим, что Иисус Христос, наш Бог, Который умер на кресте, воскрес в третий день и злил на нас Духа Святого. Он сказал, вы примете силу, чтобы быть мне свидетелями. И мы сможем увидеть много чудес. Если научимся заводить беседу, если примем Духа Святого, то каждый верующий сможет сделать это. Да, аминь. Пастор, какими, по вашему мнению, качествами должен обладать успешный лидер? Так как на пути служения возникают преграды, лидеру нужны определенные качества. Искушение деньгами, славой, люди тебе аплодируют. Для меня была честь проповедовать перед большой аудиторией. Ты обладаешь властью, но если мы полны Христа, то для нас быть лидером – это нечто иное. Господь говорит, ты пришел, чтобы служить. Библия предупреждает нас об опасности, связанной с деньгами. Разумеется, для служения нужны средства. Но в моей прежней жизни деньги были проблемой. Я играл на бирже и разбогател от этого. Побыв немного богачом, очень короткое время, я все потерял, и Господь сказал мне, «Вернер, ты заботишься о потерянных душах, а я позабочусь о деньгах». Иногда власть, деньги и секс могут стать испытанием. Проповедники падают, но если мы следуем за Христом, мы прежде всего должны быть в близких отношениях. Да, я понимаю. Прежде всего с Иисусом, и должны читать Библию. На пути нам встречаются трудности, но за 30 лет служения Господь трудился во мне. Наполняем мир Божией любовью. И затем, разумеется, мы должны делать учеников. Они получили спасение, и теперь они должны научиться следовать за Иисусом и читать Библию. Согласна. А что или, может быть, кто помогает вам двигаться в вашем призвании? Что вас поддерживает? Что, мне помогает? Да. Во-первых, конечно, Иисус. Иисус, Он совершенно необходим. Мое личное время с Ним крайне важно. Мы можем выгореть в служении. У меня в жизни было немало проблем, чего только не было. Я оставался без денег и так далее. Поэтому Бог первичен. Его любовь и Его слава касаются нас. Я знаю Его уже 35 лет. Но и сегодня утром, когда я проснулся, а затем молился, Он пришел. Я наслаждался тем, что со мною мой Небесный Отец. А также, конечно, необходимо… Ваша жена и дети. Поддержка жены крайне важна. Первый по важности Иисус, а потом жена. Конечно. Когда я проходил трудности, моя жена всегда поддерживала меня. «Дорогой, мы ни за что не сдадимся». Вот так она говорит. Здорово. Моя жена прекрасный человек, отличная команда. И, конечно, вся моя семья. Все мои трое детей служат Господу. Слава Господу. Итак, крепкая семья. Я часто в дороге. Порой я вне дома по 7 месяцев в год. Прилетел из Штатов, отправляюсь в Африку. Сейчас я в России. Это сложно. Но вся семья приняла это решение. Мы посвятили себя. Папа, мы поддерживаем тебя. За мной стоит крепкая семья. И это очень важно. Иногда они ездят с вами? Иногда. Я понимаю. Ну что ж, у нас осталось не так много времени. Поэтому я задам вам последний вопрос, и мы будем заканчивать. Как вы помогаете молодым людям определиться с их будущим, определиться с их будущим служением? Молодежь для меня представляет крайнюю важность. Я проповедовал служение, которое достигает 15 миллионов молодых людей. Это впечатляюще. Молодежь — это важно. Мы можем иметь современные элементы в церкви. В Библии перечислены разные музыкальные инструменты. Мне нравится, когда в церкви современная музыка. Но главное, чтобы молодые люди ощутили, что Бог может их использовать. Недавно я читал об исследовании в Америке, почему молодежь уходит из больших церквей. Динамичный проповедник, прекрасное поклонение. Но они так и не пережили на себе, что Бог использует их. Я помню, когда мы начали обучать христиан, в основном молодежь, как делиться Евангелием и как молиться за больных. Среди них была 15-летняя девушка. Она помолилась за слепого мужчину в парке в Германии. После молитвы он начал видеть. Если ты испытал это на своем опыте и увидел, что Бог может тебя использовать, ты сможешь делиться своей верой с другими. Это твой личный опыт с Богом. Ты переживаешь Его любовь и передаешь другим. Не стоит забывать об этом, служа молодежи. Недостаточно просто иметь интересную программу. Мир гораздо сильнее в сфере развлечений, чем церковь. Это надо признать. Но мы должны позволить им пережить Бога, Его любовь, Его реальность. И потом убедиться в том, что Бог может использовать их лично. Это важно. Это захватывает. Да, это важно. Что вы можете сказать нашим зрителям, чтобы вдохновить их гореть для Господа и смело благовестовать? Молодым? Всем нашим зрителям. Может быть, вы хотели бы помолиться. У нас сейчас есть время. Во-первых, я хотел бы сказать на русском. Иисус так сильно любит нас, что Он отдал Свою жизнь за тебя и за меня, за всех нас. Он воскрес в третий день. Он живой. Он единственная надежда для России. Он единственная надежда для каждого человека. Что нам следует делать, так это переживать Его любовь, Его реальность и повсюду возвещать благую весть об Иисусе. И сейчас я хочу помолиться. Возможно, вы смотрите эту программу и еще не приняли Иисуса. Сегодня ваш день. Уверяю вас, Иисус вас так любит, что отдал Свою жизнь. Он умер на кресте и воскрес. И сегодня вы можете принять Иисуса как Своего Господа и Спасителя. И тогда вы можете быть уверены, что проведете вечность с Богом. Это простая молитва. Молитесь вместе со мной. Господь Иисус, я верю, что Ты Сын Божий. Что Ты умер на кресте и воскрес в третий день. И сегодня Ты живой. Приди в мою жизнь и спаси меня. Я благодарю Тебя, Господь, что я спасен. Я хочу до конца жизни следовать за Тобой. Во имя Иисуса. Если вы уже верующий, и вы говорите, «Да, я знаю Иисуса, но я хочу служить Господу», Иисус сказал, «Вы примите Духа Святого и будете Мне свидетелями». Господь, я прошу Тебя за всех, кто смотрит эту программу, наполни их Духом Святым, исполни их радостью и любовью Своею и используй их удивительным образом, чтобы они могли делиться верой с другими. Я благословляю вас во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Спасибо вам большое, пастор, за этот разговор, за ваше открытое сердце для Господа, для людей, за ваше горячее сердце. Ваши глаза сияют, когда вы говорите об Иисусе. Я молюсь, чтобы ваше служение, ваше призвание распространилось по всему миру и коснулось каждого человека, каждого сердца. Иисус изменит жизни многих людей, потому что, несомненно, встреча с Иисусом – важный момент в жизни каждого человека. Еще раз большое спасибо вам, что вы были с нами, Божьих благословений. Спасибо вам, дорогие телетрители, что вы были с нами. И мы верим, что эта передача послужила вам. Верьте Господу, молитесь, и Господь обязательно откроет ваш путь, ваше призвание. И вы преуспеете в этом, если Господь и Иисус будет на первом месте в вашем сердце. И самое главное – ничего не бойтесь, потому что для Господа нет ничего невозможного. Это была программа «Формула успеха». Оставайтесь вместе с телеканалом ТБН. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова